привет всем спасибо что вы с нами на нашем канале в израиле прошла премьера снятого в россии фильма единица манти видео от режиссера лютаевой это так которая звезда анастасия из культового фильма про гардемарина произвели ленту компании леополис и мтс медиа при поддержке министерства культуры российской федерации год производства значится 2023 но не содержание самое интересное в режиссерском творении лютаевой куда познавательнее действующие лица сети фильм активно рекламируют его главные звездуны стыдящаяся из италии россии рапопорт и канадский пацифист и серебряков в израиле кино представила зрителям сама лютаева избежавший из россии про украинский сват фик листов фильме лютаевой снялся и совсем уже вражеский иноагент готовые выступать перед высу но тайна смольянина количество антироссийски настроенных актеров на один фильм созданный в россии впечатляет в комментариях удивляются как такой переполненный русофобами фильм могли снять в россии можно было бы списать все на совпадение но тут вполне уместно будет напомнить и о режиссере картины татьяне лютаевой оказывается заслуженная артистка российской федерации тайно осуждает решение кремля после начала из слова она была особенно активна в соцсетях против россии но потом быстро почистила все антироссийские посты ранее это подметил известный блогер и пранкер сорян друзья мои это что же такое происходит оказывается заслуженная артистка россии лютаева нет войняшка мне архивные скрины прислал друг из-за границы она-то уже многое почистила такая патриотка вся была раньше россии а сейчас молитвы читает чтобы не было войны а не думала ли татьяна борисовна написать нет фашизму они нет войне отменяйте ее иначе я ее отменю написал сорян очевидно что татьяна борисовна явно прокололась и теперь к ней могут возникнуть серьезные вопросы со стороны общественных организаций российской федерации я люблю свою родину говорила в интервью лютаева и не обманула тут главное четко уточнить какую именно родину рожденная на украине лютаева имеет в виду напомним утром 24 февраля 22 года татьяна борисовна опубликовала икону с лаконичной подписью за главными буквами остановитесь следующий пост в тот же день тоже иконы и подпись люди мира на минуту встаньте комментарии у всех постов актриса отключила был еще перепост выскочивший в эфире первого канала овсянниковой которая объясняет почему есть стыдно за страну а еще видео с хакамадой демонстрирующие в ролике свои ноги выкрашенные в желто-блокитный цвет и желто-блокитные намеки уже от самой татьяны на опубликованном видео актриса машет уже своим фолловером желто-блокитным пером все эти публикации в ленте актрисы режиссер а лютаевой провисели около двух лет ровно до того момента как на них обратили внимание журналисты и начали сдавать зарабатывающие в россии татьяне борисовне неудобные вопросы сейчас свою ленту лютаева основательно почистила но судя по актерскому составу ее авторской картины единицам антивидео намекать кому надо не перестала просто способ изменила в свою очередь россияне возмущены спонсорами картины мтс медиа при поддержке министерства культуры российской федерации о как тут прокуратуре давно пора заняться этими спонсорами минкульт министр любимого до каких пор это министерство будет идти против своей страны почему этого министра оставили ей только заведовать сельскими библиотеками кто поддерживает лютаеву кто толкает таких как она на такие подвиги но больше всего россиян мучает один вопрос до каких пор будет этот беспредел предел